Я поражен, сколько негатива и тупостей под комментариями про Татьяну. Это объясняет факт, почему наше общество разделено и не в состоянии объединиться. Ладно хейтеры, но когда пишут взрослая женщина, что Таню посадили, и это значит, что она не такая уж и пушистая, так вы вообще о чем? Как можно обвинять и строить предположения, когда вы вообще не знаете ни человека, ни сути дела? Даже не проверяя информацию, мы готовы нападать, обвинять друг друга, вестись на разный бред. Все перед законом равны, и если кто-то в чем-то виноват, то обязательно за это ответит. Но это решит суд, а не диванный тролль. Мера пресечения против Андреяц, она чрезмерная. Арест на два месяца. Объясню на пальцах. Мера пресечения – это ограничение прав и свободы во время ведения дела. Оно может быть как связано с ограничением свободы, а может и не быть связанной. Дать убийце или насильнику детей арест – это логично и правильно, так как его осудят на 10 лет тюрьмы. В Танином деле арест не нужен, и он чрезмерен, так как по результату дело развалится, или ей дадут 200 часов общественных работ. Она не опасна для общества, и мера пресечения – домашний арест или полицейский контроль – вполне достаточная мера для ограничения ее свободы. Такая мера позволит ей учиться и работать удаленно. Арест – это чрезмерная мера пресечения, которая не соответствует деянию Татьяны. По поводу «пусть остается в России» Татьяна учится в двух университетах параллельно – в Латвии и в Санкт-Петербурге. В университет Санкт-Петербурга она поступила до войны, в 2021 году, в ковид, до того, как начали ненавидеть Россию. Училась удаленно. То есть она получает два высших образования одновременно. И в мае планировала вернуться в Латвию на сессию. Вернулась, так как ни в чем не виновата. И прятаться не собиралась. Отказывается от родины тоже. По поводу телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», которые сейчас так активно пиарят латвийские СМИ. Как по мне, это помойка. И провокаторы. Лидеры и организаторы этого канала сидят за бугром. И поталкивают людей на различные противоправные действия здесь, в Латвии. Сами не неся никакой ответственности. Много негатива льется сейчас на партию и тех, кто защищает Таню. Я и партия Татьяну не бросят. Те, кто пишут, что Таню предали свои – лжецы. Таня – мой друг и товарищ. И я буду защищать своего товарища и друга до конца. Закончить хочу цитаты выступления немецкого пастора Мартина Немеллера. «Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал. Я же не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал. Я же не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал. Я же не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной, заступиться за меня было уже некому». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова